Я знаю, как вы любите тему по оптимизации операционной системы Windows, и сегодня как раз пойдет речь об одном из способов оптимизации. Речь пойдет о оптимизации жесткого диска, а также его профилактике. Давно известный всем факт, что после некоторого времени использования жесткого диска он может начать подвисать, также долго открывать какие-либо файлы. После длительного использования жесткого диска в компьютере происходит фрагментация файлов разные сектора. Плюс данный жесткий диск может приобретать битые сектора, и все это влияет на его общую работу в отрицательном смысле. Первая проблема это битые сектора. Что же это такое? Битые сектора это испорченные ячейки на жестком диске, а как известно жесткий диск состоит из ячеек. И испорченная ячейка не позволяет нормально считывать информацию, отсюда и возникают зависания в операционной системе. И чтобы исправить эту ситуацию, битые сектора нужно заменить на резервные, которые имеются на жестком диске. Сейчас я расскажу как это сделать. Вторая проблема это фрагментация файлов на диске. При записи файлов на диск они раскидываются по секторам в разные участки, и поэтому головки на жестком диске становятся все сложнее искать данные фрагменты файла. А когда таких файлов становится много, то естественно жесткому диску очень тяжело найти данные файлы, и отсюда происходит подтормаживание в операционной системе. И естественно в этой ситуации нам нужно провести некоторую профилактику диска, чем мы сейчас и займемся. Давайте уже приступим к нашим действиям, но прежде чем мы начнем, я хочу подметить, что данные способы подойдут как для седьмой операционной системы Windows, так для восьмой, так и для десятой. Различий не будет. Итак, существует два способа этих действий. Во-первых, это стандартными средствами Windows, а второй это дополнительным программным обеспечением, так скажем сторонним. Для этого нам нужно открыть проводник или мой компьютер, кому как удобнее, в принципе это одно и то же. Здесь вы можете наблюдать ваши логические диски, то есть диск C, диск D, возможно, или какой-либо другой, может у вас их три, а может один, не важно. В общем, со всеми этими дисками необходимо проделать те действия, которые сейчас покажу. Выбираем нужный диск, жмем правой кнопкой мыши, в контекстном меню свойства, далее вкладку «Сервис», и здесь мы находим два пункта, как раз которые и помогут нам выполнить оптимизацию жесткого диска. Первое стандартное средство – это проверка диска на наличие ошибок файловой системы. Это как раз и есть тот поиск нахождения битых секторов и попытка их заменить на резервные. Сложности здесь возникнуть не должно. Нажимаем «Проверить», выбираем «Проверить диск» и ожидаем окончания проверки диска. Здесь произведется проверка, анализ, плюс устранение ошибок. Вот такое стандартное средство. Это что касается битых секторов, устранение их стандартными средствами. Когда вы произведете данную проверку и она закончится, то вы сможете приступить ко второму действию. А второе действие – это оптимизация дисков на компьютере, а именно дефрагментация файлов. Как я говорил выше, один файл разбросан на разных участках диска. И головки искать их сложнее. Отсюда и есть подтормаживание при открытии и использовании файлов. Итак, произведем дефрагментацию. Нажимаем «Оптимизировать». Это займет какое-то время. Сначала анализируем. Как я уже сказал выше, у вас может быть несколько дисков, как в моем случае. В данном случае у меня C и E. Анализируем и оптимизируем. То есть проводим дефрагментацию. Файлы соберутся на рядом находящиеся сектора. И диск начнет работать чуть быстрее в плане работы с файлами. После проведения анализа нажимаем «Оптимизировать» и дожидаемся окончания. То же самое делаем с остальными дисками. Логическими. Наверняка у вас возникнет вопрос, что же делать, если у вас не жесткий диск, а SSD. То есть твердотельный накопитель. И в том и в другом случае не стоит с ним делать подобных действий. Если же вы начнете искать на нем битые сектора, а на нем их нет. В случае выхода ячейки из строя на твердотельных накопителях, она просто становится только для чтения. И такими способами вы можете только повредить диск. Поэтому делать этого не стоит. Что касается дефрагментации, тоже этого делать не стоит. Потому что твердотельный накопитель имеет свое количество записей и перезаписей. А как известно, данная процедура делает множество записей и перезаписей ячеек. И поэтому этого делать не стоит. Вы не ускорите работу SSD ни на сколько этими действиями. В случае, если он у вас стал плохо работать и начал выходить из строя, у него только один вариант. Это замена. Ну и следующий пункт, который мы рассмотрим. Это то, что иногда не хватает стандартных средств для того, чтобы, например, восстановить битые сектора. Или обнаружить их. Для этого и сторонняя ПО, которая делает более глубокий анализ. И одна из них, которой я постоянно пользуюсь. Я считаю, что она очень удобная и хорошая, простая в интерфейсе, даже для начинающего пользователя. Это HDD-регенератор. Вот данная программка. С этой программой все достаточно просто. Выбираем верхний пункт. Выбираем наш жесткий диск. Нажимаем Enter. Далее у нас открывается окошко, которым мы должны произвести некоторые действия. Здесь нам нужно выбрать пункт «Нормальное сканирование с восстановлением или без». То есть это в 2. Жмем цифру 2 и Enter. Далее нам нужно выбрать, что именно мы будем делать с этим сканированием. То есть сканировать и восстановить или без восстановления. Мы нажимаем цифру 1 с восстановлением. Далее выбираем промежуток секторов. Откуда будет начинаться сканирование. С самого нулевого сектора. Цифру 1. И нажимаем Enter. Как видите, процесс пошел. Я сразу вас хочу предупредить, что это займет огромное количество времени. Вплоть до нескольких часов. И поэтому придется запастись терпением. Здесь вы можете видеть информацию о произведенном анализе. Внизу слева вы можете увидеть битые и восстановленные. И также у меня видна температура процессора. Существует огромное количество программ, направленных на дефрагментацию дисков. Но я вас уверяю, что их использование в принципе не обязательно, потому что стандартных средств Windows вполне достаточно для этих целей. Таким образом мы можем сделать вывод, что такая профилактика жестких дисков иногда даже необходима, чтобы ваша операционная система работала быстрее и стабильнее. И не забывайте то, что жесткие диски не нужно заполнять под завяз. В том числе и SSD. Потому что это напрямую повлияет на быстродействие работы ваших дисков накопительных.